Ну что, всем привет, мои дорогие! Снова вас рад видеть на моём канале на очередном мукбанге. Прошлое было пару дней назад буквально, поэтому немножко восстанавливаю режим по мукбангам, потому что нужно хотя бы два в неделю делать. Вот когда они каждый день, это тоже перенасыщено, но как есть. Вот, неделю не было до этого мукбангов, снял два дня назад, вам выложил, вроде неплохо зашёл, люди просят, снимай мукбанги, но я только рад. Что у нас жара, есть практически ничего неохота, знаете, ни пиццы, ни роллы, ни мяса, ни котлетки и так далее, ничего неохота. Поэтому сегодня у меня такой лёгкий обед, это у меня обед, я сделал салат, это бекинская капуста получается, с ветчиной, с сухариками, ну и майонеза немножко добавил для пикантности. Мне нравится этот очень салат, от Дениса с Леной узнал, обязательно надо прям съесть одну ложечку, а то я сейчас голоду помру. Ммм, обалденно! В принципе, даже солить не надо. Обязательно берите что-нибудь тоже и кушайте со мной вместе, потому что мукбанг это такой формат, который предполагает, что вы кушаете со своим блогером, ну и какие-то темы заодно обсуждаем. Поэтому вам тоже приятного аппетита, обязательно берите вкусненько, то есть зайдёте с линьями. Время у нас обед, два часа дня. Вот, я в поисках билетов, всевозможные пути просто ищу. Варианты через третьи страны, есть вариант через Иран поехать, получается пересадка в Иране, потом пересадка в Анкаре, либо Стамбул, потом дальше уже Антария. А сегодня выскосил прекрасный билет прямой до Шарм-эль-Шейха, до Египта, кто не в курсе. Вот, можно там пару дней побыть, там 40 градусов жары, на солнце на МС-50, можно побыть в Египте, купаться в Красненьком море, покормить акул, и это, улететь дальше, либо в Анталию, либо до Стамбула, дальше Анталия. Из Египта летают, в Турецкие авиалинии, Пегас, в Турцию. И по цене, из Москвы 9600 прямой перелет до Шарм-эль-Шейха, на завтра уже вылет на 17 число утром, из Дамагедова. Вот, а из Шарм-эль-Шейха, допустим, до Стамбула, там по 5000, до Анталии 8-10 где-то. Есть с пересадками, есть прямые, прямые, конечно, дороже, но в общей сложности все равно выходит около 20-ки, как я и считал, да, в предыдущем видео. Кто не видел, посмотрите мое предыдущее видео, там я обсуждал, через вариант, через Грузию просчитывал. Если сухопуткой через Грузию в Турцию попасть, как, что, сколько это стоит будет, я посчитал, примерно около 20-ти тысяч, но там все подробно посмотрите. Ну вот, поэтому напишите в комментариях, что вы со мной кушаете. Мне это на самом деле очень интересно, потому что я черпаю иногда идеи для мукбангов из ваших комментариев, из того, что вы кушаете. Конечно же, как я начинаю снимать мукбанг, люди как чувствуют, начинают мне звонить. Юлька звонила, Кума, привет. На самом деле у меня салат целая маленькая кастрюля. Он, в принципе, легкий, майонеза я много не добавлял. Вот такой вот тазик. Не знаю, там, сегодня, завтра поем. Единственное, что я его сразу с майонезом смешал, но я думаю, он не испортится из-за этого, за одну ночь, да? Вот, хочется что-нибудь такого, вот, знаете. Овощи, немножечко тут мяса, да? Вот. Поэтому, смотрю все возможные варианты. Инночко написала уже утром, что приземлилась в Анталию. Так что не переживайте за нее. Все у нее хорошо. Как появится интернет, обязательно снимет для вас видео, отдохнет, снимет видео. Вы все узнаете с ее канала. Не знаю, заем или нет. Инно тоже ехал с пересадкой. В другой стране, вот. А может, там прямых рейсов. Ну, из Москвы еще можно найти. Это сейчас 1040 стоит. До Анталии. В один конец 40 тысяч. Вот. А вот. У меня в последнее видео темы такие, да. Куда-то поехать, куда-то что-то то. Ну, вот, сорян. У меня сейчас, значит, сущный вопрос. Поэтому хотелось бы его решить. Ну, и держать вас в курсе. Многие уже восприняли в мое предыдущее видео, где я делаю расчеты для Грузии, что я чуть ли не завтра уже прям выезжаю. И тогда я уже все там пути желаю удачного. Снимаю там видео в Грузии. Нет. Пока что только холодные расчеты. Хотел сказать, горячие. Через Грузию, конечно, сложно. Сложно это все на ногах. На самолете было бы удобнее. В Шурма-Шейхе я был. В Египте. Поэтому я там еще ориентируюсь, да. Можно прилететь на 3-4 ночи, знаете, снять там отельчик. Немножко там потусить. И вылететь в Антаре уже. Я надеюсь, все помнят Диму из Германии, с которым мы познакомились, да. Который был с двумя Иринами. Он вроде наконец июня брал. По-моему, июнь. То ли июль, то ли июнь. Мне кажется, почему-то июнь. Не знаю. Вот. Так что, может, и он там еще прилетит. Но у него билеты уже куплены. Я не помню, июнь или июля. Мам тоже уже назаказала. А он еще в Москве на работе звонит мне. Говорит, Артем, ты, если это, то я тебе там духи, и все уже, знаете, это. Такое ощущение, я уже там купил билет. Я вообще такой человек, что я вот сейчас хочу лететь, завтра не хочу. Потом опять захочу вечером. Я давно сделал выводы, что если ты куда-то хочешь действительно там лететь, ехать, конечно же, нужно все просчитать, но нужно брать билет, и все. Чтобы не было обратного пути, иначе никогда не уедешь. Очень хочу на море. Причем на том море, где уже можно нормально купаться. У меня сейчас друзья в Шерман-Шейхе тоже. Конечно, там жара неимоверная, все-таки пустыня, да. Ну, там сухой климат. Он немножко это... смягчает, скажем так. Вы же не заметили, у меня другая кружка. Решил на денечек поменять. Ой, ну подкладывать точно салата больше не буду. Вот это еще доем. Окурцы уже надоели, помидоры я не люблю. Смотрел. Салат Айсберг. Сухариков мало. Сюда сухарики надо с холодцом и хреном. А я купил одну пачку всего лишь. Можно на такой тайге, который вам показывал. Надо хотя бы две. Потому что я люблю этот вкус сухариков, он придает свою пикантность. Забыл рассказать. В комментариях написал один подписчик. Не буду называть его имя. Что хочет. Ну, короче, есть коммерческое предложение. Тиры-пыры. Вот. На почту написал. Пишет, что тоже хотел бы поехать. Тоже так же бы через Грузию рванул бы, но не с кем. Вот. А я, как бы, это, ну, все видео это видели, все все знают. Ну, я говорю, типа, есть у тебя профиль, там, ВКонтакте, Инстаграм. Нет. Ну, вот. А я такой, в Телеграм обменялись, пишу, когда хотел, насколько хотел, то есть по факту. Потому что для меня это незнакомый человек, я знаю, если ты мне смотришь, то не обижайся. Вот. Но я хочу иметь представление, с кем я общаюсь. Это мужчина, 38 лет. Он написал, зовут его Влад, по-моему. Да, Влад. Вот. Я попросил писать фотографию, либо видео, ну, можно видео звонок было бы сделать. В итоге молчок. Пишу, есть ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, чего вообще, чего угодно, любая соцсеть, что я мог удостоверить, что это нормальный человек, живой, да, в том смысле, что недолбанутый. Потому что я не удивлюсь ничему, потому что в интернете бывают всякие. А вот пока что молчит, ничего не написал, ни фотографии, ничего. А я написал, что я непонятно с кем общаться не буду. Поэтому не нужно мне просто так писать. Там, в том смысле, если у вас нет ни фотографии, ничего в Телеграме у него стоит, фотография, какие-то чуть ли не детские какие-то фотки. Ёжики в тумане и так далее. Я помню, он где-то писал. Раньше он писал. Но я не помню, хорошее или плохое, честно. Поэтому я не стал рисковать, я не стал... Это вот только видео... А, он говорит, давай, я тоже из Москвы, он из Москвы. Давай встретимся в Москве. Я понимаю, что мы незнакомы, но можем встретиться, познакомиться, чтобы понять, что с незнакомым человеком я никуда не поеду. То есть, он предложил такой вариант. Но я-то не в Москве, мне до Москвы 150 километров. Поэтому, если я туда соберусь, по делам или гулять, то еще какой-то вариант есть. Ну, не знаю, уже реакция без ответа оставляет сообщение. То он читал, отвечал, а тут сразу тишина. Как я запросил фотографию, либо любой профиль, где есть эти фотки. Уже большие сомнения у меня вызывают, поэтому, конечно же, с такими людьми я, скорее всего, встречаться не буду. Нету смысла. Вот. Вот он популярный, знаете, когда уже начинает вот так вот писать. Я не знаю, это, конечно, не звездная болезнь, но для меня это непонятно. Вот. Если ты хочешь, то пиши по факту, чего, как, сколько он и... А он написал, что, типа, естественно, все раздельно, да, то есть счета раздельно, ну, там, никто ни за кого не платит, все окей. Вот. Но мне нужно хотя бы понимать, кто это, что это, и с кем я общаюсь. Поэтому, такие дела. Если есть какие-то у вас предложения ко мне, да, пишите на почту. Он сначала почту не увидел, что-то нет у тебя почты, не смог найти. Я такое в описании, практически под каждым видео. У меня сейчас есть адрес почты для связи. Вот. Если есть какие-то коммерческие предложения или что, пишите на почту либо в Инстаграм. Вот. Но я буду завершать. Мукбанг я уже докушал, немножко поболтал с вами. Спасибо всем за просмотр, кто не докушал. Всем приятного аппетита. Доедайте обязательно. На тарелке нельзя оставлять еду. Вот. Приятного вам еще раз аппетита. Увидимся, наверное, в новом видео. Сегодня, не знаю, буду снимать еще или нет. Может, прямой эфир. А, нет, сегодня четверг. Не знаю. В общем, буду держать экскурс всех событий. Будем с вами на связи. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, кто это еще не сделал. Ставьте колокольчик. Обязательно уведомления. Вы будете видеть... Вы будете видеть мои видео самыми первыми. Вы будете приходить уведомления на прямые эфиры, на просто видео. Вот. И вы никогда меня не потеряете. Поэтому... Ну, конечно же, комментарии, активность под видео помогает в продвижении моего видео. Поэтому я вам заранее благодарен. До новых встреч. Увидимся в новом видео. Всем пока. Пока.